Всем привет из солнечной Греции, с вами Юля. На моем канале 10 сентября завершаются три совместных проекта. Во-первых, это богатство и благополучие. Во-вторых, любящие сердца. И в-третьих, это ветер в гриле. Эти три совместных проекта завершаются. Мы подведем итоги, сделаем обязательно розыгрыш, подарим подарки. Но на этом девочки не хотят останавливаться. Просят продолжение совместных проектов, но уже с новой тематикой. И на эту тему, на страничке моего канала, вкладке сообщества, я даже устроила голосование, опрос. Предложила две тематики. Первая, это моя зима. И вторая, мои любимые коты три. Да, постоянно просят котов. Поэтому я тоже включила эту тему. И если вы перейдете, посмотрите, как прошло голосование, прочитайте комментарии. Вы увидите, что, во-первых, моя зима лидирует. Девочки хотят вышивать зиму, но пишут всегда, еще добавляют комментарии, что хотелось бы и котов. И если честно, рукодельницы на меня давили. Они меня обрежали просто к стенке. Поэтому, как вы понимаете, у нас будет целых две темы. И моя зима, и мои любимые коты три. Третий сезон, да. Итак, по тематикам. Моя любимая зима. Ну, здесь можно вышивать все, что для вас связано с зимой. Как вы представляете, как вы видите вашу зиму. Пейзажи, игрушки, носочки. Для кого-то это домашний уютный интерьер с елочкой. Конечно же, санты. Есть дизайны пляжных кресел и рядом новогодняя елочка. И такая зима может быть у кого-то. Поэтому здесь очень-очень у нас широкий выбор. Выбирайте вашу зиму, как вы ее видите. И будет, конечно, нам очень интересно посмотреть, как представляют девочки каждая для себя свою зиму. Ну, по котам здесь все просто. Вышиваем домашних котов и диких котов. Здесь тоже у нас очень широкий выбор. Кстати, за меня две мои любимые работы. Это Мэгги и Макс, которые я вышивала тоже в нашем совместном проекте «Мои любимые коты». Это был еще первый сезон. Эти работы меня очень радуют. Они висят над моим рукодельным столом. Я на них любуюсь. Очень радуюсь, что они у меня есть. И я люблю котов от «Дименшенс». Ну, раз так складывается, значит будем продолжать вышивать этих замечательных котиков. У меня, кстати, много наборов. И поэтому будет и третий сезон «Мои любимые коты 3». Итак, пойдем по организации. И я воспользуюсь тетрадкой, чтобы ничего не пропустить. По тематике, я думаю, все понятно. Выбираем ту тему, которая вам нравится. Если вам нравятся две тематики, пожалуйста. Но здесь вот такой вот маленький нюанс. Если у вас, к примеру, коты где-то зимой, эта работа не может участвовать и «Моя зима», и «Мои любимые коты». Нужно выбрать один совместный проект. Одна такая работа может участвовать только в одном проекте. Если она где-то участвует на других источниках, это вообще нас не интересует. Но в данном нашем совместном проекте, в нашей группе «Вышиваем вместе в ВКонтакте» одна такая работа может участвовать в одном совместном проекте. А вообще число работ не ограничено. Сколько хотите, добавляйте, вышивайте. Конечно же, будем только рады. Итак, во-первых, наш эспейс стартует 1 октября и продлится до 1 февраля 2021 года. Я думаю, мы успеем выжить все наши работы, но если что-то не успеем, мы всегда можем немножко добавить времени и завершить наши работы. Заявку нужно подать, соответственно, до 1 октября в нашу группу ВКонтакте «Вышиваем вместе». Нужно сделать фотографию. От фотографии нужно сделать описание технической характеристики вашего дизайна. Конечно же, приветствуется несколько слов о том, почему вы выбрали данную работу. Спрашиваю девочки, какие работы могут участвовать. Ну, конечно же, это крест, может быть полукрест, габелин, техника, лонгстич, гладь и бисер. Все эти работы могут участвовать в нашем совместном проекте. На каком этапе может быть работа? Это может быть абсолютно новый процесс, с нуля, либо это может быть уже начатая работа, но не больше 50%. Хочу обратить ваше внимание также на качество фотографии. Оно должно отображать, на каком этапе находится ваша работа, но и, конечно же, постарайтесь сделать ее более-менее качественной, потому что при обработке видео все это играет роль. И хочется, конечно же, чтобы девочки увидели все ваши крестики во всей красе. Отчеты. Отчеты мы будем делать один раз в месяц по первое число. Каждое первое число фотографируем, добавляем фотографию в комментарии под вашей заявкой и, конечно же, пишем ваши впечатления, как отшивалось, какие у вас эмоции связаны, либо какие-то вы видите недостатки по работе. Все-все, что вы хотите описать по данной работе, конечно же, пишите рукодельницам. Все это интересно. Я это буду озвучивать в нашем спорном видеоотчете совместном. Для тех, кто не может отчитываться в ВКонтакте, есть другой вариант. Вы можете присылать ваши фото заявки, фотоотчеты и описания ко мне на e-mail. Я буду сама от вашего имени добавлять эти фотографии в нашу группу и таким образом девочки увидят ваши фотографии и, конечно же, посмотрят видео. По поводу Инстаграма, к сожалению, я не смогу оттуда забирать информацию, не смогу вырабатывать. Я думаю, что Gmail есть у всех, ну, любой e-mail есть у всех, поэтому, пожалуйста, присылайте на e-mail. Для готовых работ будут также сделаны два альбома. После завершения ваших работ вы будете делать фотографию, добавлять ее в эти альбомы, потому что по завершению наших совместных проектов, конечно, состоится розыгрыш и будут разыграны какие-то подарки. Для блогеров, ну, для блогеров, конечно, больше поле действия. Вы можете снимать видео, можете также присылать ваши ссылки ВКонтакте, выкладывайте под фотоотчетом, но в любом случае фотографию нужно делать для нашего совместного отчета. Если у вас, опять же, нет возможности выкладывать ВКонтакте, снимайте видео, фотографию присылайте мне на e-mail с ссылкой на ваше видео. В видео нужно указывать, что вы участвуете в совместном проекте. Если не помещается в названии видео, то хотя бы в инфобоксе, чтобы по поиску можно было найти ваше видео и понять, что вы принимаете участие в совместном проекте, потому что у нас сейчас такая тема на YouTube, что у нас видео в основном сборная солянка, и сложно найти те процессы, которые вы вышиваете именно в совместном проекте. Поэтому, пожалуйста, оставляйте какую-то информацию, которая будет помогать нам находить ваше видео. Ну и, конечно же, ссылки тоже присылаем. Всю эту информацию я продублирую в инфобоксе. Вы можете зайти еще раз, почитать все правила, посмотреть. Ну и, конечно же, жду ваших заявок. Ну а теперь я приглашаю вас посмотреть на те работы, которые я выбрала для участия в наших совместных проектах. Основным процессом на эту зиму и на совместный проект «Моя любимая зима» будет у меня вот такой вот наборчик от фирмы Custom Crafts, называется «В моем дворике». Об этом дизайне я мечтала очень-очень долго, много лет. И когда у меня появилась схема, я мечтала вышить этот дизайн. Ниточки, конечно же, у меня, в принципе, все есть. Почти вся палитра ДМС. Но просто не доходили руки. И в какой-то момент ко мне попался набор. Это подарок. И этому подарку я несказанно рада, счастлива, что теперь я смогу вышить эту красоту именно по набору. В тот момент я открыла, приступила, сделала несколько крестиков, сделала организацию. Но потом меня затянули мои текущие процессы. И, конечно же, данный дизайн отложился. Но в начале этого года, когда я планировала мой год, составляла планы, я обязательно его поставила именно на зимний период, на отшип. Почему зимой? Потому что здесь сюжет, соответственно, зимний. А зимой всегда хочется вышивать что-то зимнее. Здесь зимний сюжет, но он в то же время очень яркий. Здесь у нас фон зеленый, такая ветка еловая, богатая красивых шишек. И украшенная снегом. Разноцветные птички. Здесь мы видим кардиналов. Вот красненький, есть желтенький. Сейчас точно не скажу, что это за птички. Ну, в общем, здесь разные птички. Милая картинка. Можно представить себя где-то дома. Возможно, это загородный дом. И мы вот смотрим в окно и видим вот такую картину, когда птички, возможно, где-то здесь рядом есть кормушка, они поклевали зернышек. И теперь очень им комфортно сидеть на этой веточке всем вместе и о чем-то своем щебетать. Летит снежок, теплый, пушистый, такой красивый. И мне очень нравится этот размытый фон, который часто используют фирма Custom Crafts. Размер работы картины будет у нас 49,5 см на 35,6 см. Это достаточно большая работа. Почти 50 см на 35 см. Вышивается на Аиде 14 каунта. Ну, Аида здесь очень классная. У Custom Crafts, наверное, своя какая-то ткань. И она очень комфортная и плотная, и в то же время эластичная. И на ней крестики ложатся очень-очень ровненько и аккуратненько. Мне кажется, что она даже чуточку побольше, чем 14 каунт. Я как-то делала разметку с помощью линейки 14 каунт. По-моему, здесь есть маленькое-маленькое крохотное расхождение. Но я уже точно не вспомню. Просто у меня такие сейчас впечатления, что эта основа чуточку побольше. Но это не важно. Важно то, что основа приятная в работе. И перед вами я держу это не просто обложка. В наборах Custom Crafts схемы они вот так вот в книжечке представлены. У меня есть копия, поэтому я буду использовать копию схемы. Здесь у нас цвета. И представлена стандартно на обложке вот такая раскладка. В зависимости от дизайна идет стандартная разбивка листов схем. Но в моем случае, скорее всего, это вот эта разбивка, где 9 страниц. И вот таким образом нужно вышивать. Ну, я вышиваю с нижнего правого угла, поэтому я беру вот 9 страницу, 8, 7. Обычно это маленькие страницы, добавочные, а дальше уже пойдут полноценные листы А4. Вот. Есть, оказывается, и вот такая вот огромная разбивка. Но я таких дизайнов не встречала. И маленьких тоже не встречала. У меня третий дизайн. Я вышиваю в Custom Crafts. Вот такая разбивка на 9 страниц. Ну, здесь обычно у нас, как вышивается, крест, полукрест, бэкстич, ничего особенного. Ну, вообще, в дизайнах Custom Crafts используется только крест. Наверное, очень редко, когда есть бэкстич или полукрест. В основном я вижу только крест. И работы получаются очень объемными, яркими. Я не могу сказать, что здесь чего-то не хватает. Старые дизайны, да, у них есть. Они страдают своей прогонистой. Потом, как прогоны, они смотрятся нечеткости. Но это болезнь, так сказать, не болезнь, это этапы развития, создания схем. Первые этапы, когда еще дизайнеры учились, не знали, наверное, как обрабатывать, как убирать одиночки. Сейчас новые дизайны Custom Crafts, они достаточно хорошо проработаны и вышиваются, в принципе, нормально. И результат хороший. Поэтому, если вы выбираете ваш дизайн Custom Crafts, обращайте внимание на картинку. По картинке видно, что получится. Совсем это прогон. Или вот как здесь, вот такая вот красота. Посмотрите, как хорошо проработана еловая ветка, шишки, снег. Есть немножко каких-то пикселей вот на кардиналах. Ну, в общем фоне смотрятся достаточно гармонично. Да, я вот не вижу для себя каких-то изъян. Я эту картинку очень-очень люблю. И просто в предвкушении от вышивки вот именно этой зелени и шишек. Вот мне хочется вот здесь повышивать и смотреть, как у меня будет рождаться из кучи зеленых ниток вот такая пушистая еловая ветка. Итак, что у меня есть на сегодня? Основа у меня подготовленная. Края обработаны. Я обрабатываю всегда лаком для ногтей. Это быстро, просто и удобно. Эту основу я уже стирала. Вы видите, в принципе, все достаточно хорошо. Ничего не обмахрилась и когда утюжишь тоже я стараюсь сильно по краям не проходить с утюгом. Но даже если пройтись, то ничего страшного и катастрофичного не произойдет. Немножко у меня кривоватый здесь старт. В каком плане? Я сначала сделала разметку мылом, потому что основа темная, такого кофейного цвета. И я не хотела делать маркером, потому что, вы знаете, с цветной основой маркер может вступать в какую-то реакцию и потом при стирке останутся белые следы. Я разделала разметку мыла. Потом лидни стали очень жирными, мне не понравилось. Я стихла еще разметку нитками. Нитками мне тоже не понравилось, не люблю нитками. И, в общем, потом стирала, остались такие белые пятнышки, которые от мыла нужно будет еще выстирывать. Ну, в общем, такая здесь история. Я подумаю, как я буду размечать, пока выглядит моя вышивка вот так. я для этой вышивки сделала такой специальный магнит. Здесь у нас щегол, да-да, щегол. Вот такая будет птичка. И, знаете, я где-то выкладывала фотографию вот этого кусочка отшива и вот так вот где-то птичку и вот так вот как-то картинку. Как-то вот такая у меня фотография была. и мне одна девочка пишет, что как странно, вот на картинке одни птички, а у вас вышивки другая птичка. Она на фотографии не рассмотрела, что птичка это магнитик. Вот, но так вот он здесь гармонично, хорошо у меня смотрится. Покажу вам первые крестики. Посмотрите, какие они ровненькие. Вот на этой основе у Custom Crafts крестики сами практически вот так вот ровненько и аккуратненько ложатся. Для меня это волшебство. Здесь особо не нужен ни стежка укладчик, ни каких-то волшебных палочек. Вот такие получаются красивые ровные крестики. Ну, конечно, есть розов, видите, вот видите, как я вышиваю. Обычно я вышиваю Custom Crafts, беру, делаю разметку и по три квадрата вверх вышиваю и паркую ниточку. Нахожу вышиваю в этом пределе, в пределе трех квадратов значок, беру один значок и полностью его вышиваю и паркую. И вот поэтому у меня такими крестиками, такими звездочками идет и заполняется участок потихоньку. Пробовала вышивать парковкой, но идет большой расход ниток, поэтому решила вышивать вот так блоками по цветам. у нас очень-очень жарко уже и чтобы не было шума, выключила кондиционеры, закрыла окна, придется делать какие-то паузы, чтобы просто брать немножко воздуха, охлаждаться. Ну, поэтому процесс у меня практически все, не все, покажу нитки, которые у меня организованы вот в такую коробку, обожаю эти коробки для организации. здесь у меня уже представляете приготовлен органайзер для игл пока он очень удобный, значки все нарисованы, даже есть иголочки припаркованные. И вот они, вот они эти планшетки, невероятно красивые, невероятно сочные здесь нитки. Я прям просто уже жду этого праздника, для меня это будет праздник, честно вам скажу, праздник просто невероятный праздник. Вот такой меня ждет праздник. здесь черных много, вот здесь чуть-чуть зеленых. Смотрю на нитки, мне все равно, что там черный вам показываю. Я жду праздника, я в предвкушении. Мне очень нравятся зеленые цвета в последнее время. Посмотрите, какая красота, какое буйство. И вот эти небольшое количество красных и кирпичных вот среди всех этих зеленых как это классно смотрится. Обалдеть. И вот еще очень много ниток. Да, вот такой меня ждет праздник. Кто-то не любит зеленый, а я обожаю. Я буду прям вышивать и буду обалдеть от всей этой палитры. Посмотрите, синий цвет, как его мало. Тоже очень красивый, насыщенный, глубокий синий цвет. Он совсем чуть-чуть пытает, потому что он пойдет на птички вот здесь, вот оперение. Голова птицы. Поэтому совсем чуть-чуть. Все остальное у меня будет зеленым. есть у меня еще вот такая замечательная коробочка с очень прекрасной картиночкой. Это дизайн Dimensions, называется Зимние радости. Этот дизайн меня очень сильно привлекает. Я в него влюблена. начала уже не помню когда эту вышивку, но отложилась. И честно сказать, на этот процесс у меня большие планы. Этой зимой я обязательно хочу его вышить. такой must have. Меня завораживает здесь вот эта картинка, где есть лошадки, повозка, здесь куча народу, очень так весело. Вообще эта картина богата на очень красивые участки, места, скажем так, интересные проработки здесь используются. деревья с выкладной ниточкой, оточки полетели, вдали виднеются елочки, какой-то лес, яркие красные домики, много снега, деревья и, конечно же, вот такое закатное дименшинское небо. Шикарная картинка и буду вышивать в нашем совместном проекте. Так, давайте посмотрим, что по организации. У меня здесь полная солянка. Разберемся. Так, это схема. хочу сказать два слова о схеме, как ее печатают девочки. Схема четкая, она немножко увеличенная, удобно с ней работать, четко видно бэкстич, что еще можно сказать, бумага не глянцевая, поэтому не бликует и удобно отмечать. Я довольна схемой. Я вообще люблю сборку, как делают девчонки, потому что удобно. вот. И это мой самодельный органайзер для игл. Меня устраивает эта коробочка, она у меня идет специально по отшивам дизайнов фирмы клубка желаний, точнее наборов, которые они комплектуют по дизайну Dimensions, потому что у них и в планшетке они как раз по размеру этой коробочки, поэтому мне удобно. И вот ключ я вырезаю из набора, да, сами значки, приклеиваю вот на такую основу. У меня много такой основы. Товар приходит упакованный с такими вот мягкими листами и я их тоже нарезаю такими вот блоками, приклеиваю на двусторонний скотч значки и очень удобно паркую иглы. Отработала, выбросила и даже без проблем. Вот видите, этот ключ в данном случае не ключ, а планшетка два раза даже у меня поработала. Вот с обратной стороны был какой-то процесс и теперь вот здесь мы работаем. Вот такая здесь у меня история. Ниток в этом наборе очень много. Сейчас вам покажу. Они такие яркие, они такие классные. Сколько планшеток? Раз, два, три, четыре. Три полных и одна добавочная. Ну, давайте посмотрим ниточки. Уже, конечно, планшетки не новенькие. Я уже немножко с ними поработала. Но покажу вам, какие здесь у нас цвета. Вот, смотрите, какие яркие ниточки. Кстати, здесь очень много сине-сиреневых оттенков этой палитры. Вот такие. Так. цвета. Видите, ниточек много. Яркие есть цвета. есть и приглушенные, природные, ну, очень-очень красивые, богатая палитра. Так. Это то, что касается по ниткам. И вот здесь у меня долго искала, не могла найти, готовилась к видео, искала все процессы, организацию, запчасти. Думаю, где же снова, где, куда я их положила. А вот оказывается, вот в эту папку. Кстати, очень удобно тоже для организации. Может быть, я прям все сюда и переорганизую, потому что процесс у меня сейчас на пяльцах, вот на таких больших, круглых, деревянных пяльцах. Боже, какая красота! Я давно его не доставала, не любовалась. Это, конечно же, просто супер. Мне здесь все нравится. Очень красиво. Сначала у меня были сомнения по поводу цветов. Правильно подобрано, неправильно. Но у меня так часто бывает. Берусь за процесс и начинаю смотреть, может быть, вот тут что-то не так или вот тут что-то не так. А потом оказывается в целом все очень правильно, гармонично. Просто вначале, когда картинка еще вся не сложилась, какой-то участок может вызывать какие-то сомнения. Ну, а потом, когда уже все начинает вышиваться, понимаешь, что да, все гармонично, все красиво. И, кстати, почему я так говорю, я тоже человек и сомневаюсь. Я заходила на страничку ВКонтакте к девочкам Куба Желаний и у них есть все-все отшивы. По-моему, все отшивы у них есть. И в каком-то альбоме я нашла, ну, я посмотрела, конечно, отшивы этой работе, мне все понравилось, меня устраивает. я без всяких претензий, меня здесь все устраивает. И в каком-то альбоме я нашла фотографию изнанок этих работ. Ну, там практически идеальная изнанка, все так ровненько, так чистенько. Я, конечно, удивилась. У меня так никогда не получается. Я стараюсь, конечно, но вот пока еще я не повысила свой, скажем так, уровень, так, чтобы у меня была прям такая ровненькая, красивая изнанка. Вот. Но я радуюсь лицу. Для меня главная картинка. И здесь у меня уже есть немножко даже бэкстича. Вот. Я себе прорисовала эти холмики и начали вырисовываться лошадки. Буду ждать с нетерпением старта совместного проекта нашего. Моя зима. Я хочу такую зиму. Я вот, я хотела бы вот так, вот так, чтобы снежно и я бы даже покаталась на лошадках, на таких санях, да просто походить по снежку и вот так порадоваться. Мне нравится очень эта картинка, поэтому я ее буду вышивать с огромным настроением и вот в первую очередь вышлю здесь себе эту повозку с лошадками, буду любоваться и наслаждаться. Здесь у меня припаркована целая куча нитей. В этой работе используется полукрест и в 5 и в 6 ниточек. Хочу вам сказать, вышивается очень даже просто и удобно. Здесь основа 18 каунта, но она, эта основа, она достаточно эластичная и нет какого-то дискомфорта при вышивке в 5 и 6 сложении нитей. Я, конечно, беру покрупнее иголочку, но тем не менее нет никаких проблем. Здесь у меня припаркованы ниточки, потому что я дошла до верхней границы схемы, где у меня были склеены листы. Теперь, конечно, я буду продвигаться вот сюда. Работа будет большая. А я обрезала все данные. Вот как плохо обрезать данные. Я уже не помню, какие данные технические по работе, сколько цветов. какая здесь... Ну, основа видно, да? Основу, размер не помню. Ну, что-то около 40 см на 25. Где-то так, 40 на 25 должно быть. Я себе так представляю. И вот у меня нитки припаркованные. Да. Зима. Зима, зима. Буду вышивать себе вот такую яркую, красивую зимушку. зиму. И так, зимой более-менее разобрались. Давайте перейдем к котам. И, как вы понимаете, и на эту тему у меня есть начатыш, с которым я хотела бы разобраться. Да, эту работу я начинала тоже в СП Мои любимые КТ-2 в прошлом году в отпуске. И я эту работу немножко повышевала, как могла ее продвигала. Но, тем не менее, процесс не завершен. И я с радостью включу его в этот совместный проект. Опять же, уже в третьем сезоне мы вместе его завершим. Это оригинальный набор фирмы Dimensions Gold Collection Африканские львы из перевыпуска. Давно на него смотрела, но так как его раньше часто вышивали, знаете, настроения вышивать его не было. Но в какой-то момент, когда уже прошел перевыпуск, и все накупили, кому нужно было уже вышить, и уже стали наборы из перевыпуска пропадать, вдруг в какой-то момент меня стукнуло, я поняла, что же я не купила этот набор, Юля, как так? Срочно набор! И я его искала по магазинам, мне везде он был. По-моему, на Мир Вышивки я его нашла, я уже не помню. в общем, нашла этот набор где-то, заказала, сразу он ко мне пришел, и этому я очень-очень рада, что я хоть вовремя опомнилась и смогла его приобрести. По-моему, он сейчас уже опять исчезает из магазинов, не часто встречается, и цены начинают уже кусаться, поэтому, если кому нравится, не упускайте шанс, обязательно покупайте. Внутри этой обложки у меня хранится вот такой пушистый и объемный органайзер для игл. Вот такое вот здесь у меня создание. Ну, это рабочий процесс, поэтому не судите строго, работа вышивается, откладывается. Главное, что все нитки, иголки на месте. Что у нас со схемой? Схема на двух листах, листы с двух сторон, это очень неудобно. Ну, я стараюсь как-то аккуратно переходить эти границы, хотя очень люблю вот когда с двух сторон. Если еще два листа, один, это ладно, можно скреть, но когда они еще с двух сторон, вот так, это очень неудобно. Ну, вы видите, что у меня здесь вышито по схеме, хотя я не всю схему отмечаю, у меня где-то отмечается, где-то не отмечается, что как получается. Это добавочный ключ, здесь был ключ и на английском, и на русском, по-моему. И перейдем к моей работе. Вот то, что у меня здесь есть на основе. Давайте откроем. Я очень давно не смотрела, слава богу, половины нет. Я только сейчас подумала, вдруг у меня здесь половина, я не смогу вышивать его в СП в нашем, но половины здесь нет. Как вы видите, половина будет вот здесь, по центру. И начинала я вышивать, делала себе вот такую разметку ниткой, начинала вышивать с верхнего правого угла в фон, потому что вышивала в дороге, открывала в дороге. Это первый такой процесс, когда мне просто вот, я бы взяла с собой и мне захотелось открыть его в дороге. И прямо в дороге я вот так и вышивала. взяла нитку одну, сделала себе такой уголочек, разметку и погнала вышивать голубое небо. Вот. Ну и потихонечку, когда-никогда бралась за этот процесс, вышивала, и вот что на сегодня есть. Шикарная работа, так классно смотрится вот этот голубой полукрест, небо с желто-коричневой пожухлой травой, сочетание, дерево вдалеке, и, конечно же, львица. Ну, львица пока не завершена у меня, тут осталось чуть-чуть, и голова уже надо сподобиться и вышить голову львицы, этой красавицы. Ну, смотрите, как реалистично смотрится, все тело, мышцы, просто шикарная работа. Поэтому нужно браться и нужно вышивать. Ну, я думаю, в нашем совместном проекте точно, теперь, теперь точно все получится. есть начало, есть уже организация, не нужно обрабатывать основу, органайзеры делать, все есть. Нужно теперь браться и вперед. Ну, это будем делать с 1 октября все вместе. Покажу вам ниточки на двух планшетках, они уже, конечно, эти косички, видите, такие, не очень-то ровненькие, красивенькие и аккуратненькие, потому что с ними я работаю и есть пучок добавочных ниток, но тоже он не очень-то ровненький, совсем не ровненький, совсем он не очень смотрится, вот так. Нужно будет разобрать и навести порядок. Знаете, этот процесс я часто вышивала в дороге, и поэтому как-то у меня все так получается неаккуратно с ним, но как есть, разберу, наведу порядок и потом вам покажу, как я красиво организовала этот процесс. Пока как заявочка к нашему старту вот буду вышивать моих львов обязательно. Как выше, потом как оформлю, помечтать хотя бы и на том уже счастье. и хочу добавить к моим диким котам еще немножко и домашних кошечек. Есть у меня вот такой наборчик от Dimensions, это Голд коллекция, называется 4 сезона с котятками, размер работы 38 на 33 сантиметра. Здесь вышивается на 18 Аиде, да, и до 18 посмотрите какие яркие ниточки, две планшетки, внутри тоже много не так мне так кажется. И набор этот у меня был упакован в 2015 году в марте месяце. вот такие мартовские коты у меня шикарные. Здесь 4 таких окошка разбитые по сезонам и мы видим котят с атрибутами данного сезона определенного. Может быть в СП мне удастся вышить хотя бы вот это окошко зимнее. Всех я не смогу вышить, я понимаю свои возможности, но хотя бы вот этих миленьких я думаю я оселю и здесь птичек много и такое окошко хорошее и веточка елова и шишки тут и снежок вот будут у меня вот такие новогодние красавцы. Не буду менять я основу буду вышивать на Аиде как есть можно было бы конечно заменить есть у меня Линда но скорее всего оставлю на Аиде когда работа оформляется вот эти небольшие пропуски уголочки они не сильно как бы выделяются сам сюжет здесь в принципе плотная зашивка и еще один набор который пойдет в СП моя зима это опять же Dimensions Gold коллекция вот такой необычный непривычный дизайн когда я покупала этот дизайн покупала опять же его на распродаже прихватом он стоил очень дешево и я даже удивилась Gold коллекция так дешево стоит но по всей видимости не очень популярный дизайн его снимали с производства поэтому отдавали так сказать по дешевке здесь у нас размер работы 35 на 27 сантиметров здесь у нас 12 дизайн называется 12 дней Рождества по сюжету Деби Дебид может быть я не совсем правильно читаю имя в Америке эта песенка листишок 12 дней Рождества они очень распространены и для американцев все эти элементы они узнаваемые для меня они вообще никак не узнаваемые но мне нравится сам сюжет сама постановка дизайна и я с удовольствием тоже его вышью и в подушке он будет смотреться очень классно так давайте посмотрим обратную сторону вот так здесь у нас 14 каунт аида такого бежевого цвета сборка 2013 год уже такой старичок но ниточки здесь кайфовые много вот такого зеленого насыщенного я люблю этот цвет ну и всех остальных по чуть-чуть две небольшие планшетки вот такая красота я думаю что я начну и там посмотрим как пойдет вот такие дизайны я выбрала для участия в наших двух совместных проектах мои любимые коты 3 и моя зима мне будет очень интересно увидеть а какие вы дизайны выбрали подавать обязательно вашу заявку в группе вконтакте вышиваем вместе делайте описание вступайте в нашу дружную компанию и мы вместе вышлем всех котов и вышлем нашу зиму так как мы ее хотим пишите комментарии какие сюжеты вам понравились может быть какая-то тема затронула ваше сердце больше мне очень очень интересно узнать какой вам дизайн больше всего понравился но на этом мне все жду ваших заявок увидимся в новых видео пока удачи 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 удачи